Ребята, всем большой привет! Сегодняшнее видео будет о Колумбии. Я знаю, что многие ждали это видео, постоянно меня запрашивают, пишут в комментариях, в личных сообщениях о том, чтобы я снимала новое побольше видео о Колумбии. Так что сегодня как раз такое видео, заваривайте себе чай и давайте приступать. Сегодня я бы хотела поговорить о том, к чему нужно быть готовым при переезде в Колумбию. Это был один из вопросов и запросов, и я так кратко ответила на него в предыдущем видео о Колумбии. Но сегодня я хочу немного более подробно рассказать. И первое, что бы я хотела отметить, это то, что в Колумбии все очень рано просыпаются. Я уже говорила в самых своих, по-моему, первых видео на YouTube о Колумбии об этом, что Колумбия, да, это такая страна, где практически вся страна, все просыпаются достаточно рано. И, естественно, конечно же, если вы будете сюда переезжать или планируете переезд, то вам необходимо будет перестроиться, потому что здесь темнеет очень рано, и рассвет, по-моему, приходится на начало 6 утра, круглый год. И круглый год темнеет в половину седьмого вечера, то есть тотальная темнота уже в 7 часов вечера, круглый год. Я думаю, что в связи с этим все так рано просыпаются, и большинство учреждений открываются именно достаточно рано, в 7 часов, некоторые, может быть, даже и раньше. Поэтому это был первый такой момент. А второй момент о безопасности хотела рассказать немного, так как это тоже очень часто задают вопрос о безопасности. Многие боятся даже сюда ехать, как туристы, так как думают, что здесь какой-то ужас. Но я хочу, друзья, вас успокоить, что Колумбия – это нормальная страна, и если вкратце, то днем небезопасно, ночью опасно. Просто не стоит ходить по темным каким-то улицам, особенно одному, особенно если вы иностранец, то даже сами колумбийцы не ходят по ночам. То есть у них в 7 часов наступает ночь, все, все как бы по домам, особенно в больших городах. И поэтому не нужно бояться. Кстати, в Инстаграме я писала пост, такой достаточно обширный, большой, о безопасности в Колумбии. Если интересно, заходите и читайте. Еще один вопрос, который я бы хотела светить, это вот когда вы приходите в магазин, в обычный супермаркет в Колумбии, то вас спрашивают обычно, такой вопрос задают. И если вы новичок, например, турист, или вот недавно переехали, то вы как бы немного оказываетесь там в шоке, как это было со мной, например. Они у вас на кассе, прежде чем вы совершаете покупку, спрашивают аккумуляс пунктус, то есть что означает, собираете ли вы баллы для будущих скидок. И также спрашивают у вас номер документа. Так что, чтобы вы знали и не терялись, это для будущих скидок. Вы собираете, как бы, чем больше покупок вы делаете в супермаркете. Мама, мама, пишите. Пойдемте. Эст, эст, маркет. Эст, эст, маркет. В общем, если вы делаете, да, определенное количество покупок в одном и том же супермаркете, например, здесь такой достаточно популярный супермаркет Экси, то мы, например, там покупаем продукты, то потом у вас могут быть, да, скидки в связи с вот этими накопленными баллами. Следующий момент. Если вы, когда вы идете распечатывать что-то, например, допустим, у вас нет под рукой принтера и нужно что-то распечатать, то у вас спрашивают размер бумаги. Вам говорят, карта офисио. То есть, если вы новичок, и вот для меня тоже было шоком, я не понимала, что они хотят от меня. То есть, когда, я помню, в России идешь распечатывать, вам обычно, да, всегда распечатывают на формате листа А4. Единственное, может быть, если вам нужен другой формат, вы сами об этом говорите, и вам распечатывают. Нет, в Колумбии всегда спрашивают, карта офисио, что же это такое? А4, это формат в Колумбии, называется карта. То есть, если вам нужно на формате А4, вы говорите карта. А еще есть один формат, называется офисио. Это формат бумаги, который 216 на 358 миллиметров. Я посмотрела в интернете, так как готовилась к видео. И да, все официальные документы в Колумбии печатаются на формате офисио. Это по ширине такой же формат, как А4 листочек, а по длине он, ну, длиннее получается. И, например, с детьми два рождения здесь печатаются именно на таком документе, на офисио. На русском, не знаю, какой-нибудь формат называется. Если кто-то знает из подписчиков, пожалуйста, напишите в комментариях. Также слово офисио означает на испанском, как бы, уборка, организация. На испанском это называется асэр офисио. Еще один интересный фактор Колумбии, это о кофе. Также в своем инстаграме у меня есть несколько интересных постов о кофе. Можете там почитать. Очень интересно, я думаю, будет тем, кто интересуется этой темой и Колумбии, и в общем. Несмотря на то, что Колумбия занимает третье место по количеству производимого кофе в мире, первое место по количеству занимает, по-моему, Бразилия, второе – Вьетнам, третье – Колумбия. Несмотря на это, здесь нет хорошего кофе, вернее, оно есть, но оно в разы дороже, и поэтому основная масса, в основном, все пьют кофе так себе, соусов, второсортное. Очень известная здесь марка, есть кофе Сейджоррохо называется. На русский, если переводить, это красная марка. Сейджоррохо все пьют. И это вот кофе в Колумбии черное, без молока, с большим количеством сахара, потому что оно очень горькое, его невозможно пить без сахара. Называется тинто, в отличие от Аргентины, где тинто называют вино, насколько я знаю. В Колумбии тинто – это кофе. Еще один интересный факт у Колумбии, о колумбийцах – это то, что они обожают просто сокращать имена. Например, я, мое имя – Карина, меня в основном все мои подружки колумбийские, соседки и так далее называют «Кари». То есть сокращают, да, они говорят полностью «Карина», говорят «Кари». Например, другое имя, ну, в пример, Ариана, имя такое есть, называют Ари. Фернандо называют «Ферр», просто «Ферр», первые три буквы. В общем, любят они так сокращать до первых трех-четырех букв, так что готовьтесь, если вы сюда едете, то, что вас могут называть потом вот, не как у вас всегда раньше, да, называли, а сокращают имя, они называют сокращенно. Еще в Колумбии строителей, всех строителей и тех людей, которые, например, работают на дороге, ремонтируют дороги, называют «Лос Русос», то есть как бы в переводе русские, но это не значит, что они русские, а просто их так называют. Также в конце этого видео я бы хотела сделать экскурс по фразам, без которых колумбийцы не могут жить. Первые две фразы, топ фразы, которые я выбрала, это «Сей дьёс керри» и «Грасия садьёс», что означает «Сей дьёс керри» «Дай Бог», ну, как бы на русском, да, «Дай Бог», и вторая вот «Грасия садьёс», «Слава Богу». То есть постоянно можно слышать, везде употребляют все, все вокруг эти фразы. Еще они очень часто здороваются вот так вот «Кюло», что означает «Ке-убо». «Ке-что-убо» — это глагол «авэр», он, в принципе, никак не переводится на русский, но на английский это было бы что-то вроде как «What has happened?» «Кюло», то есть они сокращают, они не говорят «Ке-убо», они говорят «Кюло», и это означает «Как дела?» или просто «Привет!» «Кюло-парси» — это парень или друг, то есть «Привет!» там, «Друг», «Привет, парень». К мужскому, да, по-моему, по-моему, только «Парси» это относится. «Дурак» — и если они говорят «Кюло» или «Он», это типа «Привет, дурак», но они так в шуточной форме обращаются к своим друзьям, типа «Привет, дурак», или, например, «Ну, ты, дурак», это означает «Ты дурак», ну, «Ты дурак», типа. Еще одну фразу, которую я очень часто слышу в Колумбии, это «Парси лас москас». «Москас» — это на русский, если переводить «мухи», а сама фраза означает «На всякий случай», то есть там «На всякий случай», «Давайте там сделаем так». Они постоянно вот эту фразу вставляют «Парси лас москас». Обожаю эту фразу в Колумбии. Вот таким вот было моё видео. Надеюсь, что оно понравилось. Ставьте свои лайки, если понравилось, дизлайки, если нет. Делитесь со своими друзьями этим видео, пишите, оставляйте запросы, комментарии, и также не забудьте нажать на кнопочку, на колокольчик, чтобы получать новые повещания о моих видео. Всем до новых встреч, спасибо за просмотр и пока-пока. Хотела сказать, что я сейчас нахожусь на периодическом голодании. Моё следующее видео будет мой опыт голодания в течение недели, периодического голодания. Так что тем, кому эта тема интересна, кто интересуется здоровьем, здоровым образцем жизни, или кто-то просто хочет посмотреть, то приглашаю к просмотру. этого видео. Надеюсь, что оно вам понравится. Это видео будет в следующем, после данного видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok